Друзья, всем привет! Что делать, если вы, не дай бог, попали в ДТП? Вот сегодня мы с вами об этом детально поговорим. У нас сегодня будет жизненная ситуация, я вам покажу живой пример. Мы посчитаем и придем к одному общему знаменателю. Возможно, к разным вы выскажете ваше мнение в комментарии. Уже прошло несколько лет, как я снимал сюжет про то, как человеку на Мазде 6 взад прилетел старый джип. Выяснилось то, что у владельца этого старого джипа не было ОСАГО. Я снимал несколько серий, как развивалась эта ситуация. Человек, который был на Мазде, был полностью прав. Он ехал по правилам дорожного движения, он был застрахован по ОСАГО, у него было все. А человек, который был на джипе старом, у него не было ОСАГО. Прошло уже больше, наверное, трех лет, совсем недавно, месяц назад мы с ним общались, и выяснилось то, что он выиграл все суды. Его обязали от участника ДТП, виновника, платить. А в итоге он не заплатил ни одного рубля, и сделать с этим просто-напросто ничего невозможно. Именно поэтому каждого из вас я всегда призываю, покупайте ОСАГО. 8-10 тысяч рублей, но как минимум ваша гражданская ответственность будет застрахована. И вот в этом сюжете, благодаря ОСАГО, ситуация выходит в положительную сторону. Но давайте я вам кратенько расскажу, что произошло. Но сперва познакомлю вас со спонсором этого выпуска. Друзья, как вы знаете, совсем недавно я стал отцом. У меня родилась дочка, и в связи с этим я стал тратить гораздо больше денег. Потому что ребенок, сами понимаете, растет постоянно что-то нужно. Так, например, детское кресло. Купить надо? Надо. Когда ты залазишь в интернет, ты видишь то, что куча всего, разные предложения, и цены тоже разные, там чуть ли не от двух тысяч и до бесконечности. В этом плане мне всегда помогает Е-каталог. Я вам объясню. Вот я вам сейчас просто выведу его на экран, чтобы вам было понятно. Ты заходишь, есть с правой стороны простой фильтр. Ты выставляешь все нужные для тебя параметры. Нажимаешь подобрать, и вот они тебе вылетают продукты, которые ты можешь отсортировать по цене, посмотреть, что тебе больше всего нравится, что тебе больше подходит по твоему бюджету, после чего почитать отзывы. Если какой-то продукт тебе понравился, ты можешь его отложить в список желаний. То есть вы можете выбрать 3-4 кресла, сохранить их, посмотреть потом про них отзывы на YouTube, и принять решение, где покупать. И вот здесь самое главное понять, что Е-каталог не призывает вас ничего купить. Он вам помогает совершать покупки с комфортом. Заходя на него, вы читаете отзывы, делаете подборку по цене, находите наиболее выгодное для себя предложение, и уже там совершаете покупку. Вот вам, пожалуйста, кресло стоит. Очень много чего через них покупаю сам. И камеры, и коптер, а сейчас вот для дочки точно так же подбираю различные товары. Именно поэтому в качестве рекомендации оставляю на него ссылочку. Прежде чем что-то купить, зайдите на Е-каталог, посмотрите, вполне возможно, что вам будет полезно, и самое главное, вы сэкономите ваши денежки. Ну вот, смотрите, у нас сегодня Kia Sport еще 2013 года практически в максимальной комплектации с пробегом 125 тысяч километров. Человек покатался и думает, надо бы машинку себе освежить. Собрался ее продавать, и тут бац! Йоу! Попадает в неприятную ситуацию, к нему приезжает сюда фура. Это еще аккуратненько она проехала. Соответственно, машина сразу падает в цене. Соответственно, ты обращаешься в страховую компанию, и тебе должны сделать какие-то выплаты. Сколько ему насчитали, насколько машина просела по цене, что можно делать в подобной ситуации, как выйти из нее победителем. Вот это очень важные вопросы. Давайте разбираться в них вместе с владельцем данного автомобиля. Друзья, знакомьтесь. Александр, Саш, привет! На самом деле, Саше вы знакомы. Кто он, я вам расскажу чуть позже. Саш, ну давай начнем по порядку, самое главное. Ты решил продавать машину, и тут происходит неприятная ситуация. Что произошло? Просто передвигался по главной дороге, на перекрестке решил развернуться. Со второстепенной выезжала фура, которая, соответственно, увидела, что слева ее пропускают, а перед собой ничего не увидела. Резко нажал газ, я остановился, а она меня уже накатом просто надавила. Фура приехала, повредил тебе автомобиль, приезжают гаишники, и сначала владелец фуры сказал, что виновата ты. Да, что я летел по встречной полосе на огромной скорости, а он просто стоял на перекрестке, и я не справился с управлением, и в него врезался. Друзья, вот в этой ситуации, конечно, хорошо как раз, когда у вас есть видеорегистраторы, потому что фура взрослый, мужчина, как выяснилось, беспардонный, никакой совести у него нет. Но повезло то, что гаишники увидели всю ситуацию происходящего, составили план и поняли, что действительно виноват был он. Да, составили протокол, он был признан виновным, выписали ему штраф, тысячу рублей, и, собственно, мы разъехались. И он чао-пока, понятно. Саш, расскажи, пожалуйста, как произошло оформление ДТП? Европротокол или ГАИ составляли? Так как повреждения я сразу понял достаточно на большую сумму, Европротокол не было смысла заполнять на месте с водителем, я сразу вызвал ГАИ, просто сидели ждали. Они когда приехали, уже потом, соответственно, все оформили, мы разъехались. Европротокол я уже оформил сам, по условиям страховой, и все дальше я уже делал сам. То есть уже позвонил в страховую, сообщил о ДТП, и, собственно, потом мне вызвали эксперта. Хорошо, до того, как вызвали эксперта, ты сначала решил машину продавать. У тебя один владелец? Нет, я второй владелец. Ну, собственно, да, она была уже стояла в продаже. 125 тысяч, 2013 год, почти топовая комплектация. Сколько примерно вот эта машина на вторичке стоит, по Москве, подчеркиваю? Ну, реально, реально. Я был готов ее продать за 890 тысяч. То есть выставил по максимуму, но потихоньку снижал. 890 тысяч рублей. Хорошо, после удара, какая цена машин мне автоматом стала? Просто ты как раз этим вопросом занимался, уже все проработал. Вот в таком состоянии сейчас, ориентировочно, сколько она стоит? Ну, скажем так, что если, грубо говоря, ну, опять же, за 740-750 я готов ее отдать. Ну, она должна примерно за такие деньги уйти, правильно? Да, 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 да. В принципе, да. Вот смотрите, ориентировочно пусть это будет 750 тысяч рублей. То есть сразу минус 150 тысяч в силу того, что ты попадаешь вот на ровном месте из-за кого-то там в ДТП. Почеркиваю, друзья, вы здесь можете справедливо написать, ну, как это минус 150? Можно сказать, что ей теперь цена 600 тысяч, 500. Вы свое мнение можете высказать в комментариях. Человек прорабатывал вопрос, плюс-минус мы называем реально адекватные цены. Может быть, получится так, что потом в дальнейшем он отдаст и за 700. Ну, посмотрим. Подпишитесь на инстаграм-канала, там я сделаю финальную публикацию, как только он эту машину продаст. Хорошо, ты обращаешься в страховую компанию, приезжает эксперт для того, чтобы составить повреждения и понять, сколько тебе должны выплатить по ОСАГО. Да, ну, мне повезло, эксперт был очень грамотный и повезло еще то, что есть возможность посмотреть внутренние повреждения, поэтому он сразу все-все-все четко описал, вплоть до того, что даже рамку, номерной знак, это все было включено. В повреждения у тебя попадает бампер раз, фара два, противотуманка само собой три, решетка радиатора, капот, подкраска, крыло, расширитель крыла, ну, то есть, список такой, на самом деле, большой, если это все считать по оригинальным запчастям и ремонт у официального дилера, то это вылетело вообще в кругленькую сумму. Ну, если прям брать все новые запчасти, с нормальным ремонтом, с нормальным сервисом, то порядка 200-210 тысяч надо заплатить. Вот. По рыночной стоимости. По рыночной стоимости, по запчастям, если брать, я не знаю, там, разборку, какие-то аналоги, примерно, сколько по запчастям на все уйдет? Именно по запчастям или все вместе? Нет, ну, запчасти и работа, естественно. да, если брать БУ где-то искать, и плюс работа, опять же, по рыночным ценам, это все где-то обойдется в порядка 150-160 тысяч. Вот. То есть, смотрите, получается, допустим, 150 тысяч рублей, на сейчас машина стоит плюс 150, и вот он вернется к своим 900 тысячам рублей. Но, не забывайте о том, что ДТП оформлен официально, поэтому он уже по-любому есть в базе, и когда сейчас люди кто-то будут покупать, они это увидят. Вот, как правило, подобных ДТП в морду, ну, их больше боятся, нежели чем это какая-то была там приптертой задней стороны, потому что, ну, здесь все самый основной, мотор, ну, и так далее. Это важно. Морда, это страшнее ДТП, нежели чем попа. Отсюда вопрос. Сколько тебе страховая насчитала по выплатам? Опять же, мне тоже в этом случае немножко повезло, так как в РСА цены на две позиции были выше, чем рыночная цена. Вот, но не повезло то, что машина уже в возрасте, большой пробег, и коэффициент износа почти 50%. И учитывая все эти факторы, получил я 114 тысяч 400 рублей. 114 тысяч, хотя по твоим подсчетам, минимальный ремонт, даже вот где-то бегать самому, искать, это рублей 150. Вот такая картина, друзья, вы должны понимать, соответственно, что в этой ситуации вас могло бы 100% застраховать? Только КАСКО. Либо же, если бы участник ДТП второй, был бы с расширенной ОСАГО, вот тогда бы ему могли выплатить гораздо больше денег. Но расширенная ОСАГО, это изначально дороже, как правило, никто из нас, ну, кто-то, возможно, и делает, но это очень редкая процедура, такое встретить человека, что у него расширенная ОСАГО, что он подумал о другом. Но это было бы круто. Отсюда вопрос, встает самый главный в деньгах. Вот подумай сам, представься на себе, твоя машина, вляпался, значит, условно 750, плюс нужно сейчас вкладывать деньги, это раз, это искать, во-вторых, это нужно тратить время, в-третьих, это еще неизвестно, как тебе сделать, потому что машина не уедет к официальному дилеру, машина поедет в любом случае куда-то в гараж. Твой вывод, какой, ты что будешь с этой машиной делать, продавать ее в таком состоянии или пытаться ее восстановить? Сначала я ее выставлю на продажу именно в таком состоянии, как она есть, потихоньку опять же буду, поставлю по максимальной цифре, потихоньку буду снижать и буду смотреть, как будут реагировать соответственно, возможные покупатели. Если у тебя ее заберут примерно за 750 тысяч рублей, плюс 115 тысяч мы складываем, это получается в 865. Как раз за минусом, грубо говоря, потери рыночной стоимости как раз вот получается. Вот, друзья, то есть мы сейчас пришли к общей математике, что в таком случае, когда ты получил выплаты по ОСАГО, самому ремонтировать смысла нет абсолютно автомобиль, потому что вы ничего не выиграете. Приедут люди, они в любом случае с вами будут торговаться. А вот здесь начинается самый интересный момент. Смотрите, в нашей стране есть люди, ну как в любой другой стране, которые помогают с продажей автомобиля, которые покупают автомобиль для того, чтобы в дальнейшем перепродать это, те самые перекупы. Некоторые к ним относятся так, что все перекупы плохие люди. Почему? Как правило, они берут еще в более печальном состоянии автомобили, восстанавливают их по максимально бюджетному варианту и после чего выставляют на продажу, естественно, вам никогда об этом никто не скажет. все будут пытаться скрывать то, что машина была отремонтирована. Саш, допустим, перекуп будет с тобой торговаться, я думаю, примерно, ну где-нибудь, чем ниже, тем лучше, там 700-750. Вот, к примеру, если бы он забрал у тебя за 725 тысяч рублей. Самый-самый-самый бюджетный вариант, по которому можно восстановить эту машину. Примерно, сколько это денег? Скажем так, это вот как раз второй вопрос, который ты мне задавал. В том случае, если я все-таки решусь ее восстанавливать, то, как уже я сам все посмотрел, есть много деталей, которые реально не надо менять. Вот, поэтому бюджетный, при котором я сам могу, как говорится, все сделать, найти запчасти и найти сервис более-менее нормальный, выйдет где-то в районе 80-90 тысяч. Вот, 80-90 тысяч. Перекуп, понятное дело, может еще ниже это сделать. Большой плюс этой аварии, ну, плюс аварии, то, что у меня система безопасности все целые. И продавая машину, на этом можно делать акцент, что все в идеале. То есть, здесь только маленький ремонт по большому счету. Соответственно, если что-то там, поставить какую-то бушную запчасть, постараться что-то вытянуть там, капот отремонтировать до конца, чтобы, ну, естественно, не менять. Ну, давай так, возьмем так, что, сторговавшись с ним, машину восстановить получится в круг, это будет 800 тысяч рублей. То есть, там, ну, 725 тысяч машина, плюс 75 тысяч рублей, заложен на самый простой ремонт, 800 тысяч рублей. Но при этом, друзья, внимание, цена рыночная этому автомобилю будет, в любом случае, 850, 870, 880 тысяч рублей. Вот это вот, как раз уже вилка дохода. А вот здесь задайте сами себе вопрос. Вот мы можем говорить, что перекупы, они все там плохие, но, тем не менее, вы подумайте, вот она, тема для бизнеса, вот как люди легально зарабатывают. Вы можете удивляться, вы можете говорить, а, нет, по нашей стороне из ваших комментариев я вижу, что кто-то получает 25 тысяч рублей, кто-то получает 15 тысяч рублей, а кто-то вот, приезжает, если ее сейчас выставить на продажу в таком состоянии, у него телефон просто будет разрываться от звонков, я вам расскажу краткую историю. Да, мы делали публикацию в инстаграм-канала, что будем снимать, я поставил хэштеги авто, кар, машины, человек, чья машина была на фотографии, там она была с номером, ему начали тут же сыпаться сообщения, уже звонки пошли, здравствуйте, машину продаете, он не понимал, в смысле продаем, мы же ее будем снимать, а не продавать, люди просто отслеживают каждую минуту новое объявление, все, что связано с машинами и готовы их покупать для того, чтобы их потом продать подороже, ну, возвращаемся к тому, что задача перекупа купить как можно дешевле, как можно меньше вложить, чтобы она была во внешнем виде в нормальном и продавать, то есть тем самым вот на подобном автомобиле можно заработать ну, 50-80 тысяч рублей, как повезет, согласитесь, за месяц, даже за 2 недели, за 2-3 недели, это очень хороший доход, опять же, они их могут эти тачки вывозить в регионы, потому что в регионах машины, бэушка, она подороже там продается, соответственно, вот вам, пожалуйста, картина ситуации жизни. Да, вот как раз тот самый случай, вот мой случай, то, что я даже буду рад перекупу, да, потому как все-таки ему без разницы большого, ну, что у меня там сломано и так далее, то есть мы должны просто прийти к цене, которая его и меня устроит. Да, и это тоже важно, потому что никто из вас, наверняка, вот вы сейчас смотрите, к примеру, там заинтересовались старичкой, ну, кто из вас захочет купить эту машину? Да никто, потому что все хотят найти ту самую идеальную, почти как новую, чтобы вот запах новой машины был в машине 2012, 12? 13. В машине 2013 года, поэтому такие тачки покупают как раз перекупы раз, либо владельцы автосервисов, люди с руками, кто умеет сам все это восстановить, сделать, то есть он посмотрел, прикинул, что для него она обойдется дешевле, не побоялся ремонта, забрал машину, восстановил. Вот такая ситуация, значит, откуда все цены мы знаем, откуда вы знаете Александра? Помните, я вам говорил, что если вдруг вам нужен комплект запчастей для прохождения ТО на ваш автомобиль, есть Александр, который может вам в этом помочь. Вот он, в благодарность за предоставленный автомобиль, напоминаю вам о нем, оставляю на него ссылочку, любые запчасти, масла, капоты, все, что вам надо, обращайтесь, вот по таким принципам, фотографируете машину, ему на почту отправляете, он вам уже сможет посчитать, сказать примерно, что, сколько стоит, аналоги, оригиналы, рассчитывает, доставка, поехала в регион. Поэтому человек проверенный, но действительно, многие из вас к нему обращались, как бы, Саша, действительно, парни, вот, ручаюсь за человек, вот он стоит перед вами, то есть, никто вас никак обманывает, запчастями ни в коем случае не будет. Поэтому, пользуйтесь приятным, полезным контактом. В некоторых ситуациях, разница по ремонту может быть выше. Человеку дали 115 тысяч по выплатам, кому-то эта выплата будет 50 тысяч, а ремонта на 200 тысяч. Как быть, что делать? Естественно, идти в суд. В его случае, там, судиться ради, там, допустим, тех же самых 50 тысяч не было никакого смысла. Почему? Человек, второй участник ДТП, он проживал где-то в деревне, у него ничего нету, соответственно, к нему какие-то претензии делать, это суды бесконечные, а потом, там, обяжут его выплачивать по 1000 рублей, ну, условно, в месяц. В общем, это просто, ты времени и нерв больше потратишь. Опять же, нельзя ни в коем случае в процессе всех этих судов ремонтировать автомобиль. Он скажет то, что, а я не согласен с оценкой, суд должен означать свою судебную оценку. В общем, это отдельная история. Вот, мы снимали про Мазду, там действительно геморрой. Когда ты прав, когда ты застрахован, соблюдаешь правила дорожного движения, ты, по сути, получается, никак не защищен. Тому выписали штраф 1000 рублей, и все. Недоволен ты? Бегай за ним, доказывай, что виноват он, и он должен больше заплатить. Друзья, что я хотел вам донести из этой ситуации? Вот, думайте, считайте, когда вы попали в ДТП, не дай бог, не нужно расстраиваться, нужно успокоиться, взвесить и понять, что делать с машиной. Надо сесть спокойно, проанализировать, сколько ваша машина стоила по рынку на момент хорошего состояния. Сколько она стоит примерно по рынку на момент ДТП? Чтобы это понять, можно заехать куда-то в автосервис, можно обратиться к людям. Ну, найти специалистов сегодня очень много, кто вам поможет разобраться, насколько сильно просела ваша машина после ДТП. Далее, нужно посчитать два варианта ремонта. Либо это оригинальные все запчасти, чтобы она была как новенькая, либо какие-то уже аналоги. И после этого понять, какая сумма выплаты вам идет по страховке, если это ремонт по ОСАГО, и уже понять, есть ли смысл вообще вам машину ремонтировать или вам проще эти денежки получить себе, продать ее как можно, ну, постараться как можно дороже тому же самому перекупу, сложить две суммы и понять, что вы потеряли уже не так много денег. Вот вам полезная, хорошая информация. В любом случае, ваше мнение я жду в комментарии, высказывайте, пишите, что вы думаете по этому поводу. Кратенький, полезный сюжет сегодня у нас был. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, все полезные ссылочки остаются в описании. До новых встреч, всем пока-пока.